Всем привет, меня зовут Валерян. Сегодня у нас достаточно необычное видео для моего канала. Я буду пробовать разные сладости вместе с вами. Изначально я хотела снять видео со сладостями, которые я пробовала в детстве. Но когда я зашла в магазин и увидела большое разнообразие разных сладостей, я поняла, что я обязана их купить. В общем-то, в итоге у меня вот такая вот куча сладостей. Много штучек я набрала всяких. Будем пробовать вместе с вами. Также, так как тут будут сладости из моего детства, то, конечно же, я буду вам рассказывать некоторые истории, связанные с этим сладостем. Давайте я начну с первой сладости. Это шепучая костяшка. Я точно не знаю, изменился ли дизайн с моего детства. Да, они прям как в моем детстве. Пахнет сахарной латой. Ну, тут порошочек, и он такой... Кисло-сладкий. Не помню, в каком классе это было, наверное, класс пятый. Мы тогда с подружкой пришли в школу, мимо магазина. Накопили мы большое количество монеток. Пришли, сказали продавщице, вот нам костяшек. Мы вот так вот высыпали мелочь и сказали, насколько хватит денег, столько нам упаковок и давайте. И там была вот такая вот коробка. Тут много было упаковочек. Все упаковки нам дали. И всего лишь одна упаковочка осталась, на которую нам не хватило денег. В итоге продавщица сказала, ну, раз уж вы почти всю коробку взяли, то вот берите бесплатно и последнюю упаковочку. В общем-то мы довольны и счастливы и с подружкой пошли в школу. Весь день эти костяшки хрумкали. Были очень счастливы, что нам последняя упаковочка досталась бесплатно. Вот эта вот штука выглядит прикольно. Это жидкая конфета. Она пахнет аптечным каким-то сиропом. Или мятой. Тут вкус кола. Будто бы не совсем похоже. Такие отголоски имеются, но... Мне больше кажется, что это какое-то... Оптичное что-то. Вот эти вот штуки выглядят прикольно. Это жевательные конфеты. Блин. Они вкусные. Они такие приятные. У них и мозные. По вкусу вкусно. Но... Раскусить очень сложно. И у них разные вкусы. Живется капец сложно. Такой они такие конфетки. Очень приятные. Руктистка. Десерт желеобразный. Апельсин. Это реально как сосисочка. Ну, скорее как колбасочка, потому что у колбасок такие железные штучки. Но это немного ломает мозг, когда эту пленочку снимаешь, то кажется, что реально... Ох... О, мой бог! Это реально сосиска! Йокарный вавай! Мне кажется, что это мясное, блин. Ну... В текстуре реально желе. Вкус такой приятный. Апельсиновый. Ну... Это реально прикольно. Фруктистка. О! Челюсти. Мармеладные челюсти. Я помню, в детстве я просто обожала. Не из-за их вкус, а за то, что они... Ну, так вот вруцуешь, и как будто у тебя зубы вампиров. Выглядело, конечно, это... Ну... Не похоже на апельские зубы. Они намокали, выпирали. Короче, выглядело очень так... Смешно. Ну, я помню, у меня в детстве вместе, по-моему, либо с такими челюстями, либо с какими-то другими конфетками. Продавались пластмассовые челюсти, которые ты прям в рот надеваешь на зубы. И они даже в тимоте осветились. Это был просто бипец. Меня разрывало от этих челюстей. Я обожала с ними ходить. Они, конечно, были жутко неудобные. Они постоянно выпадывали, вылазили. Просто дешевые челюсти из такого дешманского пластика. О, какие челюсти. Да, мармелад, который живется сто лет просто. Это определенно вкусно. Хоть и живется ужасно долго. Вот такие вот конфетки. Светофортик. Пахнет немножко сладковатой и какой-то химией. Но выглядит это ярко очень и прикольно. По вкусу очень дешево. Ну, в принципе, тут все дешево как бы, да? Да, у разных цветов разный вкус. Ладно, оставлю так, потом даем. Каких-то приятных прям ощущений не вызвала. Но желтенький по вкусу у города вклее, чем красненький. Попробую еще зеленый. Чувствуется то, что очень дешево. Такой вот еще прикольчик. Железтики есть грамм. Интересно. Кушается она прикольно, но какое-то бескучное. Какой-то вкус имелся, я так понимаю, апельсинов. Но он очень-очень слабый. Прям незаметный. Ну и такая прям химозина. Вот такая вот жевательная резинка. Кислая. В детстве у меня были такие же. Ну не такие же, они были намного больше. И там прям такая большая катушка, жвачки. И это пипец как было дорого. И это было очень круто. Очень-очень редко я ела такие жвачки, потому что они реально были очень дорогие. Как это открыть? Какая жвачка. Крутая татушка тигра. Пахнет вообще неприятно. У нее практически нет вкуса. Ну, у меня, если честно, было больше надежд на эту жвачку. Я думала, что она будет такая сочная прям. Она дешевая на вкус. Ну, хотя сейчас я разжевала, и как будто бы что-то есть. Но, может быть, в детстве просто все по-другому воспринималось. Вкусы были более яркие. Нормально. Пойдет пинуть. Вот такая конфета. Она, правда, твердая. В моем детстве такие зефирные косички. Они были мягкие. Супер мягкие. Как маршмеллоу. Я помню, напротив нашей начальной школы был магазин. И там вот продавались разные тоже сладости, обычные продукты. И даже танцтовары. Мы прибегали туда в аримоперемен. И покупали на свои копеечки. Такие вот зефирные косички. Я помню, один раз мы вместе с девочками, одноклассницами прибежали туда. Опять купили вот эти вот зефирные косички. По-моему, нам эти косички зефирные продали бесплатно. И нам сказали, что это за то, что вы наши постоянные покупатели. Вот. Залутали вот такие вот косички бесплатно. Мы очень гордились, что нас назвали постоянными покупателями. Потом, правда, мы перешли в старшую школу. И старшая школа уже была далеко от этого магазинчика. Поэтому мы туда больше не ходили. Так, ну давайте попробуем. Еще же она такая твердая-то. Я ее, правда, сломала пока, шла случайно. Ну да, пахнет прям вот той самой зефирной косичкой. Нежная. Она может быть просроченная. Ладно. Ну вкус у нее такой нежный, приятный. Хоть и очень тяжело живется. Ну, потому что раньше здесь все, когда я брала эти штуки зефирные, они прям, ну прям мягчайшие. Мы вот эти вот полосочки, мы вот эти вот полосочки, мы их так разъединяли и ели. Тут, конечно, такое сделать не получится. Ну, может быть, она реально долго просто жила в этом магазинчике, и вот я наконец-то ее купила. Вот такая штучка милипизерная. Тут просто никак не защищено. Это типа карандашик. Текст вообще не читаемый. Как открыть. Ага, мягкая. Ммм, это жвачка. Ммм. Обычная, дешевая жвачка. Она стоила, по-моему, 5 рублей. Там ребенку купить, побаловаться. Нормально. И у меня история с этой жвачкой. Дело в том, что в моем детстве вот эти вот жвачки, они были не как карандашики, они были как сигареты. Ну, упаковка была расцветкой, как у сигарет. И я помню, купила эту жвачку. Она тогда, наверное, может быть, даже дешевле стоила. Пришла домой с этой жвачкой, и мама увидела мне ее. И, короче, начала на меня ругаться, за то, что я вот покупаю такие штуки, которые похожи на сигареты. А что со мной дальше будет? Вдруг я начну курить. Считали меня по полной. Я прикола тогда вообще не поняла. Я сказала, ну, это жвачка такая вот, в такой упаковке. И она мне запретила больше покупать такие жвачки. Да, наругала меня. Ну, сейчас это вспоминать даже забавно. Такую вот змеюку я нашла. Я так понимаю, это тоже желе. Ну, она течет. Ники-ки. Что за дресня? Это просто ужаснейшая химоза. Ммм, я больше не хочу. Это просто ужаснейшая химоза. Вкус у нее отродительный, никому не советую. У меня на самом деле были какие-то надежды по поводу этой змеюки. Я думала, она будет типа желейная, вкусненькая. Но она оказалась дресней. Давайте попробуем градусник. Мне кажется, он должен быть неплохим. Какие-то конфетки. Тут, мне кажется, либо жвачки, либо конфетки. Оранжевая со вкусом апельсином. Тут только два красных квадратика. А в деле или сине, кстати, очень вкусные. Там такие ягодные. Типа ежевика какая-то. Нужно попробовать зеленые. Ну, мазенькое яблоко. И красное. У красного квадратика очень интересный вкус. Но вкус у них держится очень недолго. Вот эта вот оболочка, скорее всего, имеет вкус. А сама жвачка вкуса не имеет. Поэтому, когда оболочка растворяется, то потом все становится безвкусным. Но прикольно проживать интересненько. Пистолет. Как он включается? Наверное, надо отвернуть. Сейчас еще польется. Как-то просто повернуть. А как, не знаю. Я помню, если я пробовала такие химозные штучки, вот змея мне не напомнила этот ужасный вкус. У меня какой-то другой вкус был. Урасть. Вот в этой штуке яблочный вкус. И я прям вспомнила, как в детстве я покупала вот эти вот, они называются жуткие конфеты, по-моему. Да, жуткая конфета. Она была, конечно, в другой баночке. Но тоже, типа, надо было как-то брызгать. Какой тип? Тапли в нос. Привнос. Типа такого было. Тоже надо было так вот. Брызгать в нос. Ой. Брызгать в рот. И вот эта вот химозина по всему рту распределялась. И мне в детстве это не нравилось. Я покупала пусточку один раз только. И больше все. Ну нафиг. Ну химозненько дам. Череп. Поп-лазер. Я так понимаю, там какой-то прикол будет в палочке. Она будет светиться. Да? Потому что так накажут. Ага. Да, вот эти вот палочки. Они, типа, их ломаешь. И они начинают светиться. Использовать такое, конечно, на леденцах, возможно, не совсем безопасно. А вдруг ребенок разгрузит вот эту хрень и сожрет вот эту жужу. Будет неприкольно. Наверное, этим можно травануться. Попробуем. Мне почему-то сначала показалось, что вкус как у пюрешки и котлеток. О, все вместе. Я не знаю почему. А сейчас я распробовала вкус обычной карамели. Ну и какие-то там ароматизаторы. Какие-то вкусовые добавки, в принципе. Опа. Че нам больше не ломайте-то? Оно светит-то. Вкус, по-моему, ананаса, как будто бы и апельсина. Что-то такое. Вот это имба. Мы просто в детстве были с ней в восторге, когда она появилась на крылавках. По-моему, даже с этим чупа-чупсом была реклама. Либо мне это приснилось, либо она реально была. Вот эти вот два шарика. Это пипец. Блин. Я думала, это будет как на картинке. Ну, в принципе, разница, конечно, небольшая. Как будто бы я думала, что будет намного круче выглядеть. Ладно. Просто, по-моему, в детстве это выглядело круче. И мы были прям в восторге. Да. Ну, единец. Вкусней. Я вот помню, мы с подружкой зашли в магазин после школы. Купили, открыли. И довольные шли до дому с этими рельсами. Очень были счастливы, что мы их взяли. Сливочный привкус. Это... А, ну да, ну да, блин. Они что-то как мороженое. Поэтому у них такой сливочный привкус, как будто бы это мороженое. Да, они вот очень вкусные. Ну, вот это прям имба реальная. Как в детстве это была имба, так и сейчас. Очень вкусно, блин. По-моему, это самое вкусное, что есть среди этих сладостей. Это реально очень вкусно. Очень так... Нежно. Что-то типа мороженого. Какой-то привкус пломбира. Короче, капец. Рекомендую всем. Обязательно берите, пробуйте. Очень вкусно. Космососка. Космососка. Такой какой-то леденец безвкусный. Немножко привкус яблока и... Как-то и просто сладость. И все, в принципе. Какая баночка. Такой вот чел тут у меня. Какой-то вот персонаж. И... А, порошок. Порошочек какой-то. Так, по нему я его тоже иногда вот порошочек. И сюда нужно макать соску. Ну да, это как у костяшек. Тоже такая кисто-сладкая пудра. И, видимо, так у леденца будет хоть какой-то вкус. Ну вот эта вот кисто-сладкая пудра, она как бы делает все. И дает вкус леденцу. И сама такая прикольная. Ну и леденец это какая-то фигня. Бескутная сахарная пудра топ. Пяточка. Плюс лимон. Взрывная кола. Я так понимаю, тут вся палочка будет в порошочке. Потому что такой-то порошочек тоже. Пятка. Вкус колы реально присутствует. Ну это не та кола, которая в бутылочках, которую пьете вот. А та, которая вот обычно присутствует в леденцах. У нее какой-то другой вкус. Но он как у колы похож, да. Но в принципе, это и с пудрой вкусно, и без пудры вкусно. Да. Я правда думала, пятка будет зеленая. Но желтая тоже подходит. Блин, ну эта сосиска, это просто угар. Волшебный укол. Окей, похоже на мел. Ее крыма бы какая-нибудь твердая. А ну супер твердая. Ну а обычное сахарное дрожжи. Такое очень твердое. Люди, которые любят есть мел, из-за хруста, вот это вам подойдет. Хруст и текстура прям классные. Ну а вкус такой... Дрожжи, сахарное. Очень плитерное. Желе. Я надеюсь, это будет вкусно. Айс пудинг. Я надеюсь, он меня не разочарует, как змея. Еще бы она разрезалась. Что за дресня? Я реально думала, что это будет вкусно и нежно. О. 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 О мой бог. Фу. Это очень плохо. Это прям лютейшая химозина. У меня даже во рту это ощущение... Кошмарное. Будто бы эта химозина разъедает глюмой язык. Ужас. Не пробуйте это. Очень плохо. Текстура прикольная. Но вкус просто отвратительный. Просто кошмар. Ладно, давайте попробуем бабл вату. Я надеюсь, она не подведет. Бабл вата, которая должна превратиться в жевательную львинку. Просто моментально становится жвачкой. Это реально прикольно. Очень такая сладкая. Приятная по текстуре. Практически сразу становится жвачкой. У жвачки довольно яркий вкус, но тоже такой немножко дешевый привкус. Это чем-то похоже с вот этим. Но, по-моему, намного интереснее, потому что изначально это сладковато. Вкус, правда, уходит очень быстро. Мамба. Ее по телеку рекламировали прям активно. Реклама была очень сочная. По-моему, не часто удавалось ее попробовать, потому что она стоила, как бы, вроде бы, недешево. И мне что очень нравится, они жуются, а потом растворяют. Вкус, ананас, кокос, прям чувствуется. Сначала вкус не совсем понятный, но когда разживешь, вкусно. Жвачка такая сживется долго. Постепенно растворяются. Приятный привкус остается. Тоже имба. Замбастик. Тут тоже эти мармеладные челюсти и палочки с сахарной конфетой. Не знаю, сейчас посмотрим. Но я думаю, что челюсти пробовать уже не будем, потому что они наверняка такого же вкуса. А палочки попробуем. Да, они в пластике каком-то. Типа сахарная пудра. Там, типа, порошочек. Так, я, видимо, что-то неправильно сделала, потому что он нифига не выходит. Ну, в общем-то, нужно понять, как это естся. Само по себе оно не выходит. Ну, ладно. Это сладко. Как сахарное драже. Только в виде порошка. Только непонятно, как это есть. Я думаю, если иметь IQ больше 20, то можно разобраться с этим и есть нормально, а не как я. Ну, ладно. Было вкусно, но сложно. Всем привет. Вот так вот внезапно я стала красноволосой. Дело в том, что я снимаю продолжение этого видео спустя, наверное, недели две. Просто у меня было очень много заказов. Я очень много работала и очень мало отдыхала. Практически не отдыхала. Но я, наконец-то, выделила себе выходные. В общем-то, у меня сладостей тут осталось немного. Конечно же, мне очень хочется попробовать вот эту вот Бабл Тим. Мне подарили ее еще, наверное, два месяца назад. И вот она все ждет, когда же я попробую. Давайте попробуем оставшиеся сладости. И приступим к самому главному. Такой вот глазенчик у меня тут. Я вообще думала, что это мармелад. Ага, она не открылась, она просто сломалась. Понимаю. Кстати, время на то, что покраситься, у меня было. Просто я очень долго об этом думала. И очень сильно мне хотелось новый цвет попробовать. Волос. Что вот я покрасилась. Пахнет лимонадом. Раскусить, наверное, это опять нереально. Жуется сначала тяжело, потом нормально. И вкус такой, как у жвачек в чуба-чубцах. Прямо такой вкус. Я давно, конечно, такие чуба-чубцы не ела. Но вкус прям это очень похож. Прикольно. Но я думала, внутри будет какая-то начинка. А внутри или есть что-то. Угу. Внутри прям совсем немножечко начинки. Розовый какой-то вкус непонятный. Какой-то жевательный. Леденец. Он на кассе пятерочки стоит. И... Очень он манит. О, манил меня. Очень захотелось мне он взять, попробовать. Так, будем есть. Так, будем есть. Но вкус такой интересный. Хорошо, что он кусается. Так намного удобнее. Вкус какой-то прикольный. Прям, да. Хотя сначала мне показалось, что на вкус то ли как кондиционер для белья, то ли как гель для белья. Не, ну, это реально вкусно. Вкус какой-то непонятный. Ммм. Сладкий, может быть, что-то клубничное. Как будто бы. Ну, я не знаю точно. Карамель. Я так понимаю, тут тоже леденец. О, киси-миси. Типа из игры вот эти вот. Нажимать которыми, да. Руки. Просто, если честно, я думала, что тут будет мордашка Хаги-Ваги либо киси-миси. Пахнет ванилью. Вот у этого леденца. Вот странный вкус. Такой типа ванилин прям чувствуется. Ядрененький такой, да. Когда много ванилина кладешь в выпечку, то он начинает горчить. Тут тоже такая небольшая горечь. И сладко при этом. Потому что вкус прямые чувствуются. Необычно. Интересно. Пождалось, если честно, немножко другого. Но прикольно. Сладкое ожерелье. В детстве у нас было такое. Только у нас были браслеты. И мы надевали их. Вот здесь. Пусть. Браслетики. И мы надевали их на руки. И ходили с ними. И вообще нам очень нравилось. Правда, мы потихоньку их загрызали. Так что браслеты ненадолго хватали. Вот какая красота. Пахнет так сладко. Это, конечно, вряд ли ожерелье. Скорее. Браслет для меня. Браслетик. Браслетик. Попробуем. Вкусное хрустящее драже. Драже сахарное. В отличие от укольчика. Это намного мягче. Легче кусается. Но при этом так же хорошо хрустит. Тут, кстати, девочка из мультика. Я его, правда, не смотрела. Но много видео с ним не видела. Ну, это реально вкусно. Это прикольно. Ну, так просто сладкое драже. Бургер. Такой бургер. Мармелад мягкий. Нет, не мягкий. Я думала, мармелад мягкий, а он, капец, как долго живется. Листик салата попробуем. Булочка была на вкус как апельсин. Листик салата как яблоко. И теперь котлета. Это какой-то странный вкус. Теперь последняя сладость. Это чупа-чупс. Шипучая штучка. Вкус тропических фруктов. Знаете, чем это пахнет? Ну, я первый раз понюхала, и мне показалось, что это что-то типа мокрой обосы на тряпке. Просто у меня кошка живет, да? И бывало пару раз, что она писала туда, куда не надо. На тряпочке где-нибудь мокрой. Которые лежали там, где не надо. И это пахло вот так вот. Еще какой-то плесенью. Да ёканый сыр. Почему? Ну, реально так пахнет. И на вкус какой-то говню. Может быть, это из тропических фруктов такой странный запах и бри вкус. Ну, что-то такое чувствуется, да? Такие-то там тропические фрукты. Да, вот теперь нормальный вкус. Вот эта вот белая часть, она на языке как будто бы пощипывает язык. Может быть, в этом прикол. Типа, куча штучка. Не так уж и плохо, как могло бы быть. Что ж, пришло время. Вот это вот штучки. Что-то жуткое. Порошочек. Трубочка. И порошочек. Блин, а почему я думала, что это Бабл Ти? Я реально думала, что это Бабл Ти. А я думала, там будут шарики. А тут шариков нет. Сама себя обманула. Понимаю. Ладно. Пойду скипать у чайник и вернусь к вам. Я, конечно, мне кажется, выстаканчик не стоит наливать. Просто инструкция тут не на русском. 85 градусов, 150 миллилитров. Ладно. Давайте попробуем. Ну просто тут, типа, крышечка, как будто бы сюда нужно наливать. Пакетик. Ой, белый порошочек, который пахнет белым шоколадом со вкусом клубники. Сейчас все выспится нафиг. Да. Или как будто бы белой глазурью. Вот именно не шоколадом, а глазурью пахнет. Это сахар. И какая-то жижа. Ах, нет, тут есть жилейки, да, тут жилейки, а не это, пепелока, блин. Вот я глупый. Надеюсь, я сейчас просто все не испорчу. Ой. Вон тут жилейки. Наверное, не видите. Они белые. Перемешиваю. Надеюсь, ничего там не потечет сейчас, ничего не расплавится. Вот так вот это выглядит. Пахнет. А как пахнет-то? Ё-моё. Проверяю. Чуть-чуть видно, да? Ну, короче, цвет как кофе. Накрою крышечкой. Так, вот это вот все горячо. Здесь я реально не накосячила ни с чем. Так, и трубочка. Но красота. кажется, я обожгусь нафиг. Просто холодной водой давить. Чуть-чуть холодненький молечки. Я изначально думала, что это бабл-те как ну, такой, типа, классический. с тапиокой и все такое. Но, чтобы с тапиокой бабл-те пить, ее нужно правильно приготовить. Так что, просто залить все это не получится. Так что, да, тут же длинные шарики какие-то. Я еще пробовала не так давно бабл-те с бабл-джюсами. Что-то такое. Что-то вот тоже, типа, но это шарики, короче, они сока внутри и они лопались, когда ты их кусаешь. Тоже очень вкусно было. Я брала бабл-те с сырной пенкой и соленой карамелью. Было очень вкусно. Вот это вот желейка попалась. Какая-то она пока безвкусная, что ли. Но она жуется, но по-моему она безвкусная. Это молочный чай и он реально такой прям клубничный. Он реально со вкусом клубники, очень такой нежный. Трустывается молоко. Но из-за того, что вот эти вот желейки они в трубочке застревают, да, из-за этого не очень удобно пить. Но так вообще очень вкусно. Такой прям коктейльчик такой, напиток прям вкусный, да. Очень круто. Ну, в общем-то, это типа что-то типа вот растворимого кофе, да. Оно только это растворимый чай. Хотя что-то чайное я тут не ощущаю вроде бы. больше тут чувствуется именно клубника и молоко. Ну, штукенция, конечно, крутая. Я не знаю, где ее купить, потому что мне ее подарили. Ну, может быть, навалом бы съесть. Пусть натища, капец. Ммм. Это реально очень круто. Такой молочный нежный вкус, прямо капец. Невероятно вкусно. Хотя вот чуть-чуть чай все-таки чувствуется. Да. Еще бы не застревали эти квадратики желейные, было бы хорошо. Но квадратики желейные я не знаю, из чего сделано, так как тут не на русском. В общем-то на этом все. Я наконец-то закончила снимать и показывать вам сладости. Скоро обязательно ждите новый влог про бисер. Я немножко поснимала во время работы. И всем большое спасибо за просмотр. Если вы досмотрели до момента, где появилась с крашенными волосами и до конца, то пожалуйста оставьте свой комментарий. Для меня это очень важно. Всем пока.